Всем привет, ребята! Мы едем гулять. Сегодня у нас, как видите, очень хорошая погода, 23 градуса, дует такой прохладный ветер. Бывает, что дует горячий ветер при такой температуре, это не очень приятно, но сегодня прям отлично. Самый раз для того, чтобы подышать воздухом, и солнышко такое хорошенькое, и Каролина, как обычно, сидит на своем месте. Я оделась так, свои джинсы, но я вам потом покажу еще свой лук, и, кстати, часто просите показывать свой наряд, показывать наряд Каролины. По возможности, когда я не забываю, я стараюсь это делать. Мы сейчас стоим на светофоре. Погода отличная, и я очень рада, что дождей уже, я смотрела, ближайшую неделю-две не будет, хотя до этого на прогнозе был дождь. Это значит, что мы сможем перед отъездом хорошенько еще нагуляться, много куда сходить, потому что в дождь, все равно, согласитесь, как-то не очень. Мы уже приехали, детям всегда нравится смотреть на разные морепродукты, которые... Здесь вот этот в туху такой смешной, и вот этот, который тоже вон лезет. Но он с одной стороны противно, даже как-то, не знаю. Я не могу их переносить, честно говоря. Вот, в общем, я сегодня надела просто обычную розовую футболку, джинсы вот эти в стиле 90-х, кеды, фила. Каролина просто оделась так по-левкому, потому что жарко. И кедики тоже. И мы сейчас пойдем в магазин, наверное, зайдем, по дороге здесь погуляем. Кстати, сегодня вообще, да, так тихо. Никого нет сегодня. Какой день недели вообще? Ой, собачка там. Я давно не слышала собачилой. Не знаю, как-то собачка, которая мимо проходит всегда, спокойные такие, а это, ну, типа дворняжки. Собачушка такая. Отличное настроение сегодня у нас. Я заходила в магазин Тони Молли, купила себе там чуть-чуть косметики, и мне дали опять подарочки. Это две пачки этих салфеток для снятия макияжа. Знаете, что прикольно? То, что когда мы с Викой заходим в магазин, они нам дают, если я покупаю, допустим, косметику только для себя, они дают подарки на нас двоих. Да. Вау, сюда вынесли этих червячков. Как же они называются? Напишите в комментариях. Конечно, это жутко. Если кто-то ест, то извините, пожалуйста, и большие улиточки. Да, но это съедобно, то есть это еда, которая убегает с тарелки. Улитки живые. Все, пойдемте, не трогайте, это противно. Пойдем. Это противно, пойдем. Вика здесь сделала закуп продуктов, и на ее канале будет видео. Это одно из популярных рубрик продуктов. Да. Да, смотрите. На ее канале будет видео. Видите, как много. И мы сейчас будем заказывать доставку, потому что, ну, не тащить же нам самим, это правильно? Да, вы себя заказывали. Я просто думала, мусорные пакеты как-то не забыть, потому что она закончилась. Да, надо будет сейчас взять. И, кстати говоря, вы у меня спрашивали по поводу доставки, в каждом ли магазине есть. Ну, в относительно больших магазинах всегда есть доставка. Здесь она идет, кстати говоря, бесплатная. 30 тысяч. Да, то есть набираете продукты где-то на 30 долларов приблизительно и оформляете доставку. В каждом, в таком большом магазине, в маркете есть, точно есть. Да. Многие просто, кто живет в Корее, об этом не знают. И часто приходят сообщения мне в директе, после того, как я показала, что мы доставку заказываем. И Вики тоже регулярно о том, что. Я снимала несколько видео уже, где отвечала на вопрос. Сколько стоит доставка? Бесплатная. Что нужно делать? Сами не покупаем. Коробки здесь, в этом магазине, здесь как-то складные. Есть скотч, ножницы, что даешь, берешь все, упаковываешь. И все. А в некоторых даются пакеты, но они платные уже, до 10-го. Это не очень удобно, а здесь коробки. А, кстати, доставку, как правило, привозят, ну, где-то через пару часов, да, после того, как ты? До шести вечера. До шести вечера. Потому что вечером уже не работает. Да, только в дневное время. Работают, да, выходные? Это очень хорошо. Просто не позже. Главное, оформить до шести. Здесь опять болтает мужичок. Он сейчас вообще даже пел. Сейчас подуспокоился. Да. Я даже не подумала о том, что мы сегодня, оказывается, приблизительно похоже оделись с Викой. Я еще хотела красную футболку надеть, потом думаю, нет. Вовремя одумалась. Да, вовремя одумалась, иначе мы вообще были бы как близнецы. Вот. Хорошо, я хоть футболку надела другое, но кепки у нас похожи, да? Да. И очки, кстати говоря, тоже. Но Вика свои очки брала в Москве. Она не брала их в Корее. У нее, кстати, многие спрашивали у меня, что за очки у Вики. Почему-то у меня именно спрашивают. Видимо, потому что они у Вики на канале не нашли такой ответ. Но хотя Вика снимала отдельное видео о том, что за очки у нее и что за бренд. Это очки Vogue. Брала за где-то 150 долларов. Да, где-то за 100 долларов. Да, это стоило только оправа. Линзы тогда, по-моему, в подарок, да? По акции были? Была акция, и ждала я где-то от 8 до отъезда. Как раз осталось чуть-чуть. И прямо так в 4 дней успели. Да, 8 дней только, чтобы вставить ей линзы поправку. Но тем не менее, видишь, не зря, кстати, она линзы здесь поменяла в Корее уже. Да? Под свое зрение. Да, здесь поменяла, потому что когда-либо чуть-чуть, где они не пойдут. И нужно же каждые полгода вообще, по идее, проверяться. Даже те, у кого 100% зрение, нужно постоянно. Да, вообще нужно следить за зрением, потому что потом не придется вам вот так вот мучиться с очками, либо же с линзами ходить без конца туда-сюда. Такие вот мы. Две в кепках. Бла-та-та. Мы приехали и гуляем здесь вокруг дома. Каролина здесь играет с Лерой постоянно. Около дома нашего. Че такое там? Мертвая змея. Мертвая змея, но это червячок какой-то. Хотя нет, на червяка не похоже. Кажется, что это змея, да. Но не надо трогать. Вам все интересно, да? Вы познаете, да, все? Мир познаете. Слушай, мне такая идея пришла. Нужно купить микрофон потом с колонками, чтобы ты пела. Я потому что только здесь такие видео. Но если не поместится, нам пока что тогда придется заказать. Да? Ну и как тебе? Ну вот тебе надо рассветить. Ты не устала? Нет. Кстати, у меня спрашивали, для чего нужны вот эти канистры. Эти канистры, они здесь используют как, как это сказать, как определение парковочного места. То есть, если они поставили эту канистру, значит парковка занята этим человеком. Как-то вот так вот. Я здесь пожарила немножечко тофу, сделала как будто бы гренки. Ну, с яйцом пожарила. Очень вкусно тоже. И перчик с луком. Я это не показывала, по сути, здесь все очень просто готовится. И тысячу раз уже показывала, как готовлю. Там перец, что-то жарю, все по одной у меня идет техники. Вот это я просто обваляла в яйце взбитом и пережарила. Вот и все. Мы сейчас сидим и по телевизору показывают прямую трансляцию BTS, камбэк-шоу. Сидим, смотрим. Да, они на улице пошли. Так классно вообще. Я в шоке. Мы сейчас будем есть арбузик. Смотрите, он какой классный. И на весь арбуз всего лишь несколько косточек попадается. Он вообще практически без семечек. Очень вкусный и сладкий, что самое удивительное. Прям такой мясистый. Мне очень нравится. Напишите в комментариях, вы уже ели арбуз или еще не ели. Ну, в смысле, в этом году. Вот. Такой арбузик у нас будет сейчас на перекусик. Мы, короче, еще решили открыть сразу вот такие вот снэки, которые покупали. Я их ела еще в прошлый раз, когда приезжала в Корее. Помню, что они вкусные. Мы решили их взять. Они действительно настолько вкусные, вот эти шарики. Здесь внутри арахис и... И шоколад. Да, шоколад, по-моему, внутри. И сверху по типу сухарей, да? Как это? Такая хрустящая хрень. Да. Очень вкусно. Не знаю, мне прям нравится. Сейчас хочу сделать вот такую масочку. В этот раз решила сделать картофельную. Предыдущие все мне тоже понравились. В принципе, это такие маски, которые экстренно увлажняют кожу. И как-то так, не знаю, выбеливают, что ли, ее немножечко. Ну, то есть выравнивают. Мне нравится такой эффект. Вот, поэтому сейчас вот эту масочку сделаю и посижу с ней где-то, ну, минут, наверное, 15-20. Иногда даже я забываюсь, могу и полчаса с ней посидеть. И можно ее не смывать. А только после того, как саму маску, если снимешь, после этого можно будет снять излишки самой маски вот этой консистенции. И все. По сути, можно не смывать водой. Но я не люблю так. Я все равно потом смываю водой. Потому что для меня это чересчур много и большой слой получается тогда. Вот так вот выглядит маска. Немножко странновато, но я уже говорила, что их форма мне очень нравится. Потому что даже подбородок захватывается. И глаза, нос и рот. То есть вот эти вот вырезы, они правильные, по сути. Не все маски подходят. Бывает, что глаза вообще где-то там... Ой, мне здесь уже она капает. Я не выжила ее. Я обычно перед тем, как нанести, выжимаю. Для того, чтобы слишком много тоже не было. В этот раз что-то я не выжила. Просто так нанесла по-быстрому. И хотела вам еще поделиться нашими планами вообще в ближайшее время. Потому что были вопросы по поводу этого. Когда мы улетаем? Что мы решили? Останемся ли мы дольше в Корее или же нет? Потому что изначально план был таков, что если нам здесь будет как бы хорошо, понравится все этот, то мы надольше останемся. Я просто сейчас думаю, что здесь будет сезон дождей. Скоро вот он начнется. А я не переношу вообще. Во-первых, влажность мне, оказывается, не подходит. А во-вторых, терпеть не могу, когда вот такой вот дождь. Для меня дождь это значит, что должно быть холодно. По крайней мере прохладно. У него так вот, как в парилке, как в прошлый раз. Вот. Поэтому мы решили, что мы уедем в начале лета для того, чтобы не находиться здесь в самую жарую. Здесь очень жарко. Вот помню, когда Вика зимой говорила, что у нас там минус, допустим, 15. Да, это очень холодно. Минус 20 холодно. Многие писали, ты не знаешь, что такое минус 50 или минус 40 мороз. Просто если взять минус 15 наши, допустим, в России, да, морозы, и минус 15 здесь в Корее, то здесь это, наверное, раза в три ощущается холоднее. Вот я когда зимой здесь была, это очень холодно. Потому что здесь со всех сторон море получается. Поэтому минус 15 ощущается по-разному. То же самое можно сказать и про жару. То есть, получается, если у нас там, ну, плюс 30 еще как-то терпимо, то здесь плюс 30. Это и совмещается еще с вот этой вот влажностью. Ужасно, короче, здесь лето. Поэтому мы решили, что уедем в начале, и все. И седьмого числа мы уже прилетим в Москву. Так что в эту субботу, получается. Ну, в общем, на этих выходных я хочу поехать уже на шопинг и закупить там всякие подарочки, что-нибудь. Хоть то, что я еще не купила для себя. Ну, и Сержу еще что-нибудь там из подарков посмотрю. В принципе, он говорит, мне ничего не нужно, там никакие подарки. Но я все равно хочу что-нибудь посмотреть ему. Все, никак у меня руки не дойдут, чтобы снять видео о корейской косметике. Но не переживайте. Вы мне постоянно спрашиваете в сообщениях, в директе тоже мне пишите о том, ну, когда же уже будет видео с корейской косметикой. Оно обязательно будет. Просто очень насыщенные дни были. И не было, честно говоря, времени, чтобы именно сесть, вот косметику показать, чтобы поближе там ее как-то рассмотреть, распаковать. Это все занимает достаточно большое количество времени. Но сегодня я хотела вам показать одну штучку, которая мне тоже понравилась. Я купила ее. Это вот такое алоэ вера. Я вам вчера показывала гель алоэ вера. А это мист такой. Он идет в спре. Очень удобная вещь. Вот если, допустим, алоэ вера сам по себе снимает красоту, там как-то увлажняет кожу и тому подобное. В общем, он творит чудеса. Такое универсальное средство. То вот этот вот мист именно в таком вот спре удобен тем, что вот так вот напшикать, допустим, если вы на солнце обгорели. Именно на лето я подумала, что с собой буду брать вот такую бутылочку небольшую. Напшикать там, допустим, на ноги, на руки, какие у вас там участки тела, если обгорели. Или же, ну не знаю, чувствуете сухость кожи. Удобная штука. Все, я пошла, уже сняла маску. И сейчас уже буду готовиться ко сну. Я надеюсь, что вам этот влог понравился. И вы поставили ему пальчик вверх. Обязательно смотрите видео на основном канале. Сегодня тоже вышло видео там. И подписывайтесь на мой инстаграм. Если все еще не подписаны. Увидимся с вами уже в следующем влоге. Всем пока!